Орио Джангл Орио Джангл Представители транснациональной преступности на просторах бывшего СССР вновь обратили свои взоры на Казахстан. Один из самых богатых и влиятельных воров в законе Лоту Гули не оставляет попыток усадить в кресло смотрящего в республике своего протеже – Дикого Армана. Однако, другим не менее влиятельным ворам в законе эта идея явно не по нраву. Кроме того, к самому Гули имеются вопросы у его коллеги по криминальному цеху, тоже законника Шакро Молодого. Дикий Арман громко заявил о себе после того, как в Казахстане были упразднены РУБОП – Регинальное управление по борьбе с организованной преступностью, и УБОП – Управление по борьбе с организованной преступностью. И ничего удивительного в этом нет. Ведь в тех сферах, где ослабевает контроль со стороны государства, начинают происходить всякие негативные процессы. В настоящее время складывается такое впечатление, будто в казахстанском криминальном поле образовался некий вакуум. Его-то и стремится заполнить собой с вами подручными Дикий Арман и его правая рука по прозвищу Нойз. Появление на криминальной шахматной доске новых фигур привело к конфликтам между представителями ОПГ. Если некоторые из них наотрез отказались иметь дело с выдвиженцем знаменитого Гули, то другие охотно пошли под руку Дикого Армана. К тому же, страна осталась без смотрящего. Прежний вор в законе по прозвищу Самара был вынужден покинуть пределы республики из-за повышенного внимания к нему со стороны сотрудников МВД. Сейчас он вроде бы проживает в Арабских Эмиратах и тесно общается с киргизским вором в законе Камчи. Дикий Арман же предпочитает проводить время в Турции. Впрочем, иногда он приезжает на историческую родину, где встречается со своими подчиненными по криминальному бизнесу. И снабдив их необходимыми указаниями, вновь улетает в Стамбул. Там вместе со своим шефом Гули строят далеко идущие планы по дальнейшему распространению своего влияния в республике Казахстан. Если Дикого Армана все-таки коронуют и сделают вором в законе, а потом назначат смотрящим по Казахстану, то во что это вылиться никто скажать не может. Ведь специалисты по борьбе с организованной преступностью по большей части на пенсии или в резерве. Впрочем, можно предположить, что новый виток криминальной экспансии способен вернуть жизни подзабытые рикетирские бригады из 90-х.